Аким Карагандинской области Ирлан Кошанов с рабочей поездкой посетил город Джезгазган. Глава региона побывал на хозяйстве на питьевых очистных сооружениях и проверил качество питьевой воды. Кроме того, Аким области проконтролировал ремонт дорог. Стоит отметить, что по поручению Ирлана Кошанова в Джезгазгане появится новая школа и детский нейроребилитационный центр. В рамках плана развития Джезгазгана на ближайшие три года на дороги и транспорт планируется выделить около 8 миллиардов тенге. В этом году здесь будут произведены работы на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. Выполняется ремонт дорог республиканского значения Караганда-Жизгазган. А также производится средний ремонт дорог областного значения между городами Жизгазган и Сатпаев. Дороги к аэропорту и заменят линии освещения. Также за счет трансферта области выполняется средний ремонт путепроводов номер 5, номер 6 основных центральных дорог Жизгазгана протяженностью 14 километров. Кроме того, будут ремонтироваться 9 внутриквартальных дорог за счет бюджета города. Однако Ерлан Кошенов остался недоволен работой подрядной организации «Каз Трансэнерго», которая выиграла конкурс на всех шести участках дорог. Глава области поручил взять под жесткий контроль качество выполняемых работ. Я в Каролинбе уже, в Кимиртау, везде вас встречаю, некачественно делаете. Почему некачественно? Так некачественно. Стараемся качественно. Вы в этом году ослаблено переделывали? Да. Республиканские дороги в черном списке. Республиканская черная списка? А почему у нас выигрываете? Не, она не распространяется. Распространяется? Даже в прошлом году была в Раковине не только наша дорога, а без горки. А за других сами ответили? Ну, весь город был в этом. Это так и не могли понять, в чем проблема. Заставьте все переделывать. Не хочу. Это переделка, я отвечаю. Хорошо. Затем Ярлан Кушанов посетил хозяйственно-питьевые очистные сооружения, чтобы проверить качество питьевой воды в городе. Очистные сооружения в Жасказгане были построены в два этапа. Первую очередь сдавали еще в 1967 году, вторую – в 1987. Поскольку численность населения в городе увеличилась, стали строиться новые промышленные объекты и повысился объем потребления питьевой воды. На сегодня уже разработана проектно-сметная документация для реконструкции и модернизации очистных сооружений на общую сумму 15,2 миллиарда тенге. Однако, как отметили специалисты, в улучшении качества воды, которая подается потребителям, важную роль играют водопроводные трубы. В этой связи в плане развития региона на ближайшие три года предусмотрена реконструкция водопроводных сетей. В тот момент, когда именно паводок, у нас вода несколько мутнее. Но в любом случае она в рамках требований санитарных норм. Вот сейчас у нас, например, вода на втором подъеме, то есть подача в город 0,3 миллиграмма на литр, это гораздо чище, чем в Карганге. Вот сейчас можете даже попробовать воду. Кроме того, уже в этом году в городе должны открыть областную специализированную школу-интернат для одаренных детей на 250 мест. Это учебное заведение пока будет располагаться в здании одной из городских школ. А в 2018 году планируется построить новое здание. О Кимобласти Ерлан Кушанов ознакомился с проектом и предполагаемым местом для строительства школы. Чтобы построить школу, нужно 3,5 гектара земли. Но на данный момент такая большая площадь есть только в том месте, которое значится в проекте. Здание рассчитано на 900 учеников, должны полностью достроить в 2019 году. В сфере здравоохранения трехлетний план развития Жизказгана предполагает, что больницы и поликлиники будут остановиться. Они оснащены техникой и изделиями медицинского назначения на 75%. Санитарный автопарк будет обновлен на 100%. Больничный городок будет восстановлен. Капитально отремонтируют центральную больницу, дом ребенка и отделение областного наркологического диспансера, а также главный корпус Жизказганской поликлиники. В рамках государственно-частного партнерства в здании центральной больницы откроют детский нейрореабилитационный центр, в котором смогут лечиться и проходить реабилитацию около тысячи детей в год. В Жизказгане также планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и открыть несколько детско-юношеских клубов физической подготовки. В завершении глава региона отметил, что в плане развития предусмотрено все, что является важным и перспективным для региона. Осель Сазамбаева, Никита Миткин, Первый Караганзинский.